Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Hyundai Creta. На видео переднеприводный автомобиль с двухлитровым двигателем и автоматической коробкой передач. Комплектация Rock Edition. Колесные арки и кузов снизу отделаны черным матовым пластиком. Цвет автомобиля белый. Диски литые, 17-дюймовые, с шинами размерностью 215 на 60. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Снизу бампер стилизован глянцевой пластиковой накладкой. Камера заднего вида находится над задним номером. Антенна в виде акулевого плавника расположена в задней части крыши. Релинги окрашены в черный глянец. Ручки дверей с хромированными накладками, а боковые зеркала отделаны черным глянцевым пластиком. Ключ выкидной с тремя кнопками. Открытие-закрытие автомобиля и отпирание багажника. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа, о чем свидетельствует кнопка на ручке водительской двери. Заглянем внутрь. Посмотрим на карты передней двери и водительское место. Салон двухцветный, сочетание черного и коричневого цветов. Обивка сидений кожаная, кожа перфорированная. Водительское сидение оснащено механической регулировкой по высоте. Заведем автомобиль с помощью кнопки старт-стоп. Панель приборов аналоговая с белой подсветкой. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление светом. Автоматический режим, далее габариты и ближний свет. Индикация режимов дублируется на дисплее бортового компьютера. Противотуманные фары включаются дополнительным переключателем. Помигаем дальним светом. Правый указатель поворота, затем левый. Аварийная сигнализация Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторительными указателями поворотов. Ходовые огни светодиодные, а ближний и дальний свет галогенный. Передние противотуманки тоже галогенные. Снизу передний бампер отделан черной глянцевой накладкой. Передний парктроник отсутствует. Клиренс автомобиля составляет 190 мм. Подсветка номера с обычными лампами. Фонари полностью светодиодные. Задние противотуманки расположены снизу по краям бампера. Возвращаемся в автомобиль. На водительской двери находится кнопка управления центральным замком. Ниже расположен блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Водительский стеклоподъемник с функцией авто. Выше на водительской двери сверху расположен блок электрических регулировок боковой зеркал с водительской и пассажирской стороны. Система складывания боковых зеркал в автомобиле отсутствует. Слева от руля на приборной панели находится регулировка корректора фар. Рядом кнопки изменения яркости приборной панели. В кадре меняется яркость от минимального до максимального значения. Далее идут кнопки электрического обогрева лобового стекла и кнопка, которая отвечает за отключение системы стабилизации курсовой устойчивости ESP. В кадре желтая индикация отключения этой системы сверху от спидометра. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Автоматический режим не предусмотрен. Рулевое колесо многофункциональное, с кожаной отделкой. Справа на руле расположен блок управления бортовым компьютером. Дисплей бортового компьютера монохромный. Бортовой компьютер имеет множество настройок автомобиля, показывает давление в шинах, дублирует спидометр в цифровом виде и может показать информацию о расходе топлива, пробеге и запасе хода. Также справа на руле находится блок управления круиз-контролем. Индикация включенного круиз-контроля выводится на дисплей бортового компьютера. Дефлекторы системы вентиляции расположены по бокам от дисплея мультимедийной системы. Дисплей цветной, сенсорный, размерностью 7 дюймов. Радиоприемник с шестью динамиками с поддержкой USB и Bluetooth. Управление аудиосистемой дублируется слева на рулевом колесе. Имеются кнопки регулировки громкости, выбора радиостанций, выбора источника воспроизведения и кнопки управления мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Также в составе мультимедийной системы есть навигация с картами Яндекс. Под магнитолой расположим блок однозонного климат-контроля. Кнопка «Авто» находится в центре левой шайбы. Левая шайба регулирует температуру воздуха. Правая шайба отвечает за регулировку интенсивности обдува. В центре правой шайбы расположена кнопка включения-отключения кондиционера. Кнопка включения электробогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка переключения направления обдува. Выключаем климат-контроль. Перед рычагом коробки передач расположены кнопки подогрева передних сидений, водительского и пассажирского. Подогрев трехрежимный. Рядом кнопка электрообогрева руля. Далее идет кнопка включения системы помощи при спуске. Индикация этой системы на тахометре. Переходим на потолок. Он серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. По центру крыши спереди расположен очечник. Освещение на потолке с обычными лампами. Рядом находятся кнопки системы AeroGlonass. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. Посмотрим на задний ряд сидений. В нем три подголовника. Центральный подлокотник с боксом. Крышка не регулируется. В центральном тоннеле расположены два подстаканника. В нише под блоком климата расположены две розетки на 12 вольт и USB-вход для аудиосистемы. Бардачок без подсветки, без охлаждения, отделан пластиком. Коробка передач автоматическая, шестиступенчатая. При включении задней передачи активируется задний парктроник и камера заднего вида. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи. Ручной тормоз механический. Индикация выбранной передачи отображается слева на дисплее бортового компьютера. Сюда же выводится индикация заднего парктроника. Выйдем из автомобиля и перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение салона для задних пассажиров находится по центру крыши. Салон от багажника отделен полкой. Заднее сидение без центрального подлокотника. Подогрев задних сидений двухрежимный. Задние стеклоподъемники электрические. На потолке над дверью ручка с крючком. Теперь заглянем в багажник. Открывается он кнопкой на крышке багажника. Объем багажника составляет 402 литра. Слева и справа в багажнике находятся ниши. Боковина багажника отделаны пластиком, а пол – тканью. Под полом в багажнике расположено запасное колесо и набор инструментов. Заднее сидение складывается в пропорции 60 на 40. Сидения складываются без ступеньки. Сложенные спинки лежат под наклоном. Посмотрим, как выглядит багажник с полностью сложенными сиденьями. Лучок бензобака открывается из салона автомобиля. Объем топливного бака составляет 55 литров. Производитель допускает использование 92-го бензина. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью данного рычага. Капот фиксируется с помощью этого упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель бензиновый, объемом 2 литра, мощностью 149 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели кроссовер Fionde Creta в комплектации Rock Edition. С бензиновым мотором, 2 литра, с передним приводом и автоматической коробкой передач. Цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 1 миллион 420 тысяч рублей.